У нас сегодня погода хорошая, где-то минус один градус. Для спортсмена очень хорошая погода. Тем более, сегодня конек, свободный стиль, это проще бежать, чем классики. Смазка там влияет, а здесь в основном только на парафинил и держать, в смысле уметь спускаться на спусках. Очень сложно. Видите, они как раздят очень сложные, ну скорость большая, значит надо учиться поворачивать приступами и прочее. На базе в Гришкино состоялся первый тур чемпионата и первенства области по лыжным гонкам. На старт вышло около 170 человек из 15 районов региона. В первый день атлеты гонялись классическим стилем, во второй – свободным. Дистанции были разные – от 3 до 15 километров в зависимости от возраста участников. Как отмечают организаторы состязаний, в последнее время число желающих профессионально заниматься этим видом спорта заметно возросло и количество постепенно перерастает в качество. У нас и мастера подготовлены в этом году, и на Кубок мира едут, и на чемпионат мира у нас спортсмен уехал, Рим Пряев, Наташа уехала, Северина уехала. Так что у нас лыжницы подготовлены очень здоровы. Мальчики не особо, конечно. Есть мастера спорта, которые тоже вошли в сборную Тверской области. В принципе, подготовлены несколько человек в этом году, мастера спорта. Спортсмен, выходя на старт, заботится только о том, как показать высокий результат. Больше его по мере прохождения дистанции ничто беспокоить не должно. Для этого трудится немало профессионалов, о чем и рассказал Валерий Рожков, который является не только заместителем главного суди, но и начальником трассы. Трассу готовить начали в 7 часов утра, потому что очень сложная трасса и жесткая очень. Надо было пройти ретраком, пробуранить ее всю, потом нарезать и подготовить полностью. Стадион весь закатать. Это очень трудоемкая работа. Трудиться много приходится. Расставить надо реборды, подготовить коридоры. Чтобы спортсмен вышел, все было размечено, все видно, куда ему бежать. Указатели стоят, поворотцы стоят. Спортсмен бежит без всяких забот. Он знает, что направо, где налево, где свернуть. Все по правилам соревнований. В этот раз в своих возрастных категориях первыми к финишу пришли Анастасия Гунтарева, Балагоя, Ирина Иванова, Вышний Волочок, Ольга Михайлова, Торжок, а также Дмитрий Крылов, Зубцов и тверетяне Максим Фомин, Владислав Королев и Алексей Соловьев.